У меня вылевали, если брать один дед совсем чуть вылевал, получается, прадед вылевал у него. И дедушка по маминой линии, дедушка Красную Звезду знаю получил, тоже несколько книжек. Вообще дед у меня прошел финскую войну, это прадед мой получается, Александр, прошел финскую войну, от великого отечественного, дошел до Праги, потом его перекинули в Японию, потому что думал на Дальний Восток, потому что думал, что там будет японская война готова, но там не заложилось, слава Богу. И его отправили домой, Смоленскую область, Бяземский район, деревья Ребетки. И вообще еще историю, которую знаю, что он плохо слышал, потому что он был связист, где-то на столбе, передавал для наших войск, передавал какую-то информацию, батальон, и как раз взорвалось под ним что-то. И он очень долго висел на коленах, получается. То есть я помню, что он плохо слышал и плохо ходил. То есть отец говорит, что несколько дней он так висел, ну не несколько дней, двух часов он висел, потом ночью его жители его сняли. Ну затекший, то есть у ноги были вот такие здоровые, распухшие, как отец рассказал. Ну потом его жители сняли. Вот, так что прадед был свидетельством, вот фотографию можно посмотреть. Вот, тут моя бабушка, кстати, есть, Таисия Александровна. Вот, а так еще и тетя там, которая отцовская села. Это трудовая книжка. Так, ну там листать, наверное, не буду. Вот, то, что есть. Тюдицу, что? Год рождения. Так, ну это вот, опять же, я показываю книжку. Здесь есть медали, опять же, их там не буду, все показываю, да? Какие-то есть по стечению, там, 30-50 лет уже, по стечению медали, которые деду дарили. Вот, еще тут, еще одна есть, могу показать. Ну вот, я думаю, каждый, наверное, кто, моего поколения, вы думаете, что у дедушки эти медали, когда выходят старики, там, в пиджаках, у них все это развешано, красиво очень. Ну, и эта память останется моим детям, наверняка. То есть, планируем сделать комнатку, где это будет все развешано, вывешано. Потому что замечательный, мне кажется, такой день. Благодаря нашим ветеранам, там, бабушкам, дедушкам. Мы сейчас свободно, хорошо живем, поэтому этот день должны память. Очень приятно, что у нас в стране это большой день. Надо продолжать эту традицию, надо показывать вот эти вещи, медали, не знаю, то, что осталось одни, чтобы они это помнили, и когда уже время пройдет, чтобы они продолжали это, так же, как мы помните, и продолжали этот день отмечать. А так, всех ветеранов прекрасной датой, 70 лет. Поздравляю, спасибо, спасибо за мир, что мы так живем хорошо. Спасибо вам, будьте здоровы. На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбыль, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы уединены и слиты. А в вечном огне видим вспышнувший танк, горящие русские хаты. Горящий Смоленский, горящий Рехстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? Ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать, только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Дорогие ветераны, поздравляю вас с праздником вас с Великой Победой. Дорогие ветераны, поздравляю вас с 70-летием Победы. Спасибо вам за то, что вы есть. Спасибо, что сделали нам праздник, что мы живем. Мы вам благодарны очень. Это большой праздник для нашей огромной страны. День Победы и в огнях салюта, будто гром. Запомните навек, что в сражениях каждую минуту, да, буквально каждую минуту погибало 10 человек. Как понять и как осмыслить это? 10 крепких, бодрых, молодых, полных веры, радости и света и живых, отчаянно живых. У любого где-то дом или хата, где-то сад, река, знакомый смех, мать, жена. А если не женатый, то девчонка лучшая из всех. Поздравляем наших ветеранов с Днем Великой Победы. Итак, мы едем на фронт. Письмо пишу на колени товарища. Я в пулеметной команде. Винтовок не хватает. Ты не верь тому, что говорят. Немцы до нашего села не дойдут никогда. Они даже Москву не смогли взять. Мы подожжем немцам хвост. Береги себя, детей отца. Скучай по тебе. Я прочитал отрывок из письма фронтовика. Хочу поздравить всех с праздником. С Днем Победы. Я хочу поздравить всех за вторую победу. И спасибо нашим родителям, и людям, которые победили и победили. Это дало много свободы всем. Шнурак Алицин Болорин. И вечно тем сильна моя страна, что никого нигде не унижала. Ведь доброта сильнее, чем война, как бескорыстие, действеннее жало. Встает заря, светла и горяча, и будет так вовеки нерушима. Россия начиналась не с меча, и потому она непобедима. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова